Московский Кремль Московский Кремль, без преувеличения, самая известная достопримечательность нашего города и популярное туристическое место. Есть мнение, что Кремль в Москве не всегда был красным. Так ли это? Московский Кремль изначально был крепостным сооружением для защиты и обороны города. Его перестраивали и укрепляли в течение нескольких веков. В первой половине XIV века московский князь Иван Калита построил большой деревянный дубовый Кремль. Его внук, князь Дмитрий Донской, во второй половине того же века построил каменные белые стены. Так появился первый белокаменный Кремль. Современный Кремль был построен в конце XV века при князе Иване III, итальянскими архитекторами. Он был в красном кирпиче, но его не белили. Крепость сохраняла естественный цвет красного кирпича. Белить крепостные сооружения в ту эпоху было опасно. Когда пушечное ядро попадает в стену, кирпич повреждается, побелка осыпается, и хорошо видно уязвимое место, куда следует целиться повторно для скорейшего разрушения стены. На протяжении XVI-XVIII веков Московский Кремль был красным. Одно из первых изображений, где хорошо виден его цвет, икона Симона Ушакова, похвала Владимирской иконе Божьей Матери 1668 года. Впервые в письменных источниках побелка Кремля упоминается только в конце XVII века, примерно в 1680 годы. На рубеже XVII-XVIII веков стены и башни Кремля утратили фортификационное значение. Из соображений красоты, следуя веяниям тогдашней моды, крепость начали белить. Как, кстати, и многие прочие российские Кремли. На изображениях Московского Кремля XVIII-XIX веков видно, что стены, башни и кремлевская стена вдоль реки белились. Делали это по случаю праздников и торжеств, например, коронации императоров. В остальное время они могли быть неопределенного цвета и выглядеть скорее красными, чем белыми. Кроме того, отдельные башни, например, Спасскую и Никольскую, не всегда красили в белый и оставляли в красном цвете декоративной целью. То есть в некоторые периоды своей истории Кремль мог быть белым и красным одновременно. Например, на фото 1895-1997 году в Кремль разноцветный. Водовзводная башня, например, ярко выбелена. Благовещенская и Тайницкая башни, а также стена вдоль Москвы реки выглядят неопределенно. А Боровицкая башня красная. Либо краска полностью сошла, либо вычищена. Когда и почему Московский Кремль перестали белить, доподлинно неизвестно. Есть даже мнение, что Московский Кремль покраснил из-за идеологических соображений уже после революции 1917 года. Ну, это уж очень прямолинейная версия. Вероятно, после революции 1917 года перекрашивать стены никто и не собирался. И побелка просто продолжала облезать вплоть до начала Великой Отечественной войны. Во время обороны города с целью маскировки кремлевские стены раскрасили под городскую застройку. После расчистки камуфляжа Кремль просто не стали белить. Так или иначе, с момента реставрации по случаю 800-летия Москвы в 1947 году и вплоть до наших дней Кремль остается красным.